МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня санкционный режим, внешние вызовы пытаются диктовать нам свои условия. Мы взяли на себя большую ответственность перед гражданами и должны работать без ссылок сегодня на сложности и внешние ограничения, подчеркивает наш национальный лидер России. В сложняющих условиях кабинет министра Чувашской республики обеспечил безусловное выполнение комплексами в социально-экономическом развитии региона и достойно справился с поставленными задачами. Но в то же время имеются отдельные недоработки по отдельным вопросам как кабинета министра Чувашской республики, так и органов местного самоуправления. Об этом говорят жители в разных аудиториях, потому что мы постоянно в режиме находимся и проводим разные публичные мероприятия, проводим рабочие встречи в муниципальных образованиях, трудовых коллективах, реального сектора экономики и социальной сферы. И эти отдельные вопросы, чтобы нам не мешали в работе, мы на них всегда реагировали. Будем совершенствовать нормативную правовую базу, когда это нужно, когда это касается расходной части бюджета, и корректируем, уточняем бюджет для того, чтобы максимальное количество людей были удовлетворены по тем вопросам, которые их возмущают или волнуют. Уважаемые депутаты и участники заседания, Чуваши ликвидированы очередность детских садов для детей старше трех лет, об этом вы знаете, я еще раз это подчеркиваю. В настоящее время охват дошкольным образованием составляет 78%. В прошлом году начато строительство четырех детских садов на 740 мест, их ввод в эксплуатацию и планируется в этом году. А до 2020 года предусмотрено строительство и реконструкция 11 детских садов почти на 2000 мест. Увеличены зарплаты работникам бюджетной сферы. Так, по итогам прошлого года, средняя зарплата работникам бюджетных организаций по сравнению с 2015 годом выросла в номинальном выражении на 3,6%, по сравнению с 2011 годом в 1,9 раза. Развитие электронных услуг – это безусловное требование времени, в Чувашии совершенствуется система межведомственного электронного взаимодействия, к ней подключены все органы власти республики. В целях повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг создана сеть многофункциональных центров. В республике функционирует 29 МФЦ с 250 окнами для приема заявителей по любым вопросам. Возможность получения сельскими жителями государственных и муниципальных услуг шаговой доступности реализована на базе 218 модельных библиотек. Во всех МФЦ в прошлом году зафиксировано 526 тысяч обращений с ростом на 140%. В конце прошлого года 94,3% граждан уже имели возможность получать государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна. Выдача наиболее востребованных документов, таких как паспорт, водительское удостоверение, осуществляется уже МФЦ. В рамках реализации проекта устранения цифрового неравенства к 2018 году 328 населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек будут подключены к сети интернет по оптовалканалам связи. В национальной телерадиокомпании «Чуваши» продолжена целенаправленная работа по расширению зоны вещания телевидения. Мы все знаем, жители Щемуршинского, Яльского, Комсомольского и других районов поднимали, что они не могут смотреть трансляцию нашего национального телевидения. Сегодня не только они, практически все регионы европейской части смотрят, отзывы хорошие и дальше нам эту работу, конечно, только нужно улучшать. Следующее. В целом итоги прошлого года свидетельствуют о преобладании положительных тенденций в экономике и социальной сфере. «Чувашия» среди регионов привозка федерального округа продемонстрировала самые высокие темпы промышленного производства, которые достигли 107,6%. Объем отгруженных предприятиями Республики Товаров увеличился на 19,1%. Создание новых точек роста, диверсификации экономики, стимулирование предпринимательской активности позволили выполнить социальные обязательства перед гражданами, продолжить развитие социальной инфраструктуры, целенаправленные работы по повышению качества жизни и благосостояния жителей. В прошлом году удалось сохранить все основные позитивные тренды предыдущих лет, в том числе и естественный прирост населения, который по итогам года составил 0,2 на 1 тысячи жителей. Это больше, чем в среднем по России привозкому федеральному округу. Ожидаемая продолжительность жизни населения возросла до 72 лет. По сравнению с 2010 годом в динамике продолжительность жизни увеличилась на 3,5 года. Это тоже хороший, значимый результат нашей совместной деятельности. Количество многодетных семей по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на четверть до 11,5 тысячи на начало 2017 года. Одним из важнейших условий результативной деятельности правительства Чуваши является высокое качество управления общественными финансами. Республика традиционно находится в числе регионов-лидеров по формированию программного бюджета среди 85 субъектов Российской Федерации. Констанированный бюджет за 2016 год исполнен целым по доходам в объеме 48 миллиардов 794 миллионов рублей или 110 процентов к уровню 2015 года. Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов составило 33 миллиарда 128 миллионов рублей или 113,4 процента к 2015 году. По темпу роста собственных доходов республика на четвертом месте среди регионов Привозского федерального округа. Это тоже хороший результат и выражаю слова благодарности всем налогоподельщикам, которые понимают, что налоговые законодательства просто надо выполнять. Расходы констанированного бюджета Чувашской Республики в 2016 году составили 47 миллиардов 131 миллион рублей. Несколько слов о государственном долге. Государственный долг на начало 2017 года составил 14 миллиардов рублей, что составляет 55,6 процента к собственным доходам. По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республики входит тройка лидеров по Привозскому федеральному округу, имеющих наименьшую долговую нагрузку. Благодаря эффективному управлению долговыми инструментами, расчетная экономика на расходах по обслуживанию государственного долга за 2016 год составила 322 миллиона рублей. Правительством Республики продолжена системная работа по сдерживанию роста цен и развитию конкуренции. Инфляция в Республике составила 4,1 процента и сложилась ниже среднероссийского показателя на 1,3 процентных пункта. По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации, по уровню защищенности интересов потребителей, органами государственной власти, составленного объединением потребителей России в прошлом году, Республика вошла в десятку лидеров и заняла седьмое достойное место. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году составила 22 736 рубля и увеличилась на 6,9 процента к предыдущему году. При этом реальная заработная плата, я хочу это подчеркнуть, с учетом индекса потребительских цен составила 101,2 процента, по России 100,6. В текущем году по оценке номинальная заработная плата сложится в размере 24 320 рублей или 107 процентов к уровню 2016 года. Это примерно будет выше, чем инфляция на 3,5-4 процента. В Республике особое внимание уделяется повышению производственного потенциала организации, выстраиванию партнерских отношений с потенциальными потребителями продукции. Несмотря на сложности мировой экономики, предприятия Республики сохраняют активность во внешнеторговой сфере. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Чувашии составил 378 миллионов долларов США и по сравнению с 2015 годом увеличился на 3,6 процента. Это значимый результат для нашего региона. Наши сегодня организации реального сектора экономики продают качественный товар и по цене конкурентный с мировыми производителями. Основными товарами экспорта являются, я хочу их перечислить, это продукции химической отрасли, машиностроительного комплекса, включая продукции электротехнической промышленности. Хочу тоже подчеркнуть, очень важно сегодня продовольственные товары и сырье тоже продается на экспорт. Хотя здесь возможностей намного больше, об этом мы обсуждаем на рабочих наших совещаниях и обращая внимание и органов власти, и всех тех производителей агропромышленного комплекса, надо здесь смелее нам действовать. Реализация приоритетной программы международной кооперации и экспорт позволит новым и действующим экспортерам выйти и закрепиться на новых рынках. Для этого все условия созданы со стороны федерального центра. По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъекта Российской Федерации в прошлом году Чувашия вошла в число 10 лучших регионов России и заняла шестое достойное место. В 2016 году в основной капитал за счет всех источников финансирования вложено 49 миллиардов 584 миллиона рублей инвестиций или 82,6 процента к 2015 году. Мы понимаем, по каким причинам снижение произошло, работаем над этими вопросами, потому что это ключевой показатель для создания высокотехнологичных производств. Причиной снижения инвестиционной активности стало сохранение санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешнему финансированию и использованию импорта высокотехнологичной продукции. Тем не менее, в республике успешно реализуются инвестиционные проекты общероссийской значимости. Благодаря этому в прошлом году создано более 2700 рабочих мест для самореализации высококлифицированных молодых людей. А в этом году запланировано открытие нового производства по обыску кипохлорита кальция в организациях «Химпром», расширение производства кондитерских изделий «Вакуант», модернизация производства высокоэффективных солнечных элементов и модулей в организации «Хивель», расширение производственных мощностей в акционерном обществе «Букет Чуваши», реализация проекта резидентов индустриального парка в городе Чебоксары, о чем мы не один раз говорили, сегодня резиденты есть, они начнут работу свою, и налогооблагаемая база дополнительная появляется, и появляются дополнительные рабочие места. Около 2800 высокопроизводительных рабочих мест по тем организациям, по тем предприятиям, которые я сейчас перечислил. Но это не конечный результат, потому что будут открываться новые производства со стороны предпринимателей малого и среднего бизнеса. Знаковым событием для экономики республики стало подписание в сентябре прошлого года соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании строительства и реконструкции трех объектов инфраструктуры в моногороде Канаше. В результате в Канаше будут реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 8,7 миллиарда рублей. Будет создано более полутора тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Это не только для города, и пригородные районы тоже будут иметь реальную возможность, чтобы приезжали, трудоустраивались и получали соответствующий уровень зарплаты. В рамках приоритетного направления моногорода также разработаны проекты паспортов программ комплексного развития моногородов Чубашской республики Алатвиря, Канаша, Баринского посада, Новочебоксарска, Шумерли. Перед командами этих муниципалитетов стоит задача подготовить качественные заявки для получения средств Фонда моногородов на развитие инженерной инфраструктуры для инвестиционных проектов. Во всех моногородах республики планируется к концу 2018 года создать более 6 тысяч рабочих мест, это тоже как бы расчетные цифры, и привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Успешно развивается малый и средний бизнес. Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают рабочими местами почти треть занятого населения республики. Порядка 33% валов оригинального продукта и около 19% налоговых отчислений в консолидированный бюджет республики. В прошлом году предприниматели республики получили государственную финансовую поддержку на общую сумму 2,6 миллиарда рублей по разным направлениям, по утвержденным нашим государственным программам. В целях расширения поддержки малого и среднего бизнеса заключено соглашение с акциональным обществом Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Благодаря программе 6,5% повысилась доступность кредитных ресурсов для предпринимателей. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2016 год достиг 46,7 миллиарда рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 101,4%. В прошлом году валовый сбор зерна и зернобовых культур хозяйства всех категорий составил 609 тысяч тонн. Это на 9,6%. Но мы по производству картофеля снизили свои показатели почти более чем на 15%. Здесь разные причины. Но несмотря на это, мы регион по производству картофеля, это наиболее такая тоже высокодоходная культура, и этими вопросами мы должны заниматься. Повысить эффективность растениваться возможно за счет расширения производства перспективных маржинальных культур, таких как сахарная свекла, кукуруза на зерно, рапс, подсолнечник, соя, овощи, в том числе культур защищенного грунта, приносящих сельхозпредприятиям существенную прибыль. В прошлом году посевная площадь технических культур была больше, чем в 2015 году на 12,4%. Это хорошая такая значимая тенденция. И связано, я уже сказал, даже получение дохода с одного гектара. Сельхозтоваропроизводители, земледельцы умеют считать, сегодня от спроса на потребительском рынке структуру посевных площадей меняют, мы это поддерживаем, и никакого диктата со стороны органов власти здесь нет. Республика ПФО занимает первое место по объему производства молока на 100 гектаров сельхозугодия и третье место по мясу. Впервые за несколько лет отмечен рост численности занятых в сельском хозяйстве около 1% к уровню 2015 года. И этому способствовал динамичный рост заработной платы в агропромышленном комплексе. За последние три года средняя заработная плата возросла почти на четверть и в среднем по году составила около 16 тысяч рублей. Если взять средний рост динамики, это не менее 8%. В других отраслях намного меньше. Это дает нам возможность смотреть на перспективу. В 2016 году сельхозтоваропроизводителями республики реализовано более 30 крупных инвестиционных проектов на сумму 3,4 миллиарда рублей. Создано более 300 рабочих мест. Введение продовольственного эмбарго способствует активной модернизации производства организациями пищевой и перерабатывой промышленности. Продолжается эффективная государственная поддержка приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Организациями агропромышленного комплекса перечислена 2,1 миллиарда рублей. В этом году общий объем государственной поддержки составит 2,3 миллиарда рублей, что на 10% больше уровня 2016 года. Это правда. Мы с Минсельхозом России уже соглашение все подписали. Деньги уже на счетах. И также будет в дальнейшем работа это проводиться. Все больше молодых людей связывают свою будущую профессию с сельским хозяйством. Это отрадно. За 5 лет реализации проекта грантовой поддержки малоформхозяйственной хозяйствования создано 662 рабочих места. Выручка по этим фермерским хозяйствам возросла в 10 раз практически. Это тоже существенно. Республика стала лучшей при Ворском федеральном округе по регистрации невостребованных земельных долей. По состоянию на 1 февраля площадь выявленных органами местного самоправления невостребованных земельных долей составляла 208 тысяч гектаров. Я округляю цифры. Из них собственность муниципальных образований зарегистрирована 87% площади невостребованных земельных долей. Благодаря акции народной инвентаризации выявлен 2271 неиспользуемый земельный участок площадью по 732 гектара. Выражаю слова искренней благодарности инициативным жителям за неравнодушие. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель позволило увеличить доходы местных бюджетов на 164 миллиона рублей. Уважаемые коллеги, 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 109% к уровню 2015 года поступило в консолидитный бюджет республики в прошлом году о доуправлении и распоряжении государственным и муниципальным имуществам. Несмотря на то, что сумма задолженности по арендным платежам за использование муниципальных имуществ и земельных участков с 500 миллионов рублей в 2014 году уменьшилась до 350 миллионов рублей на начало текущего года, но данная проблема остается актуальной. Первоочередной задачей органов местного самоправления является проведение работы по взысканию задолженности как претензионном, так и судебном порядке. Уважаемые депутаты, мы ведем бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями. Открытый и прозрачный процесс государственных и муниципальных закупок позволяет нам добиваться высокой эффективности бюджетных расходов. Общий объем средств, направленных на эти цели по итогам 2016 года составил 18 миллиардов рублей, бюджетных и эффективных закупок 1,1 миллиарда рублей. Органами исполнительной власти республики в прошлом году в рамках внутреннего аудита проведено 167 контрольных мероприятий, выявлено финансовых нарушений на более чем 207 миллионов рублей. Из них бюджет возмещено почти 72 миллиона рублей. Все материалы проверок для правовой оценки направляются в прокуратуру и правоохранительные органы. И эти материалы в своем большинстве являются основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности должностных лиц. По данным МВД по Чувашской республике, в прошлом году и за два месяца текущего года выявлено 240 преступлений коррупционной направленности, 133 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления. Ущерб от совершения коррупционных преступлений в прошлом году составил более чем 294 миллиона рублей, из которых возмещено почти 135 миллионов рублей, или это составляет почти половина этих средств. Вот здесь очень значимо для нас, мы начинаем возмещать материальный ущерб, причиненный бюджету или республике. По оконченным уголовным делам, объемы возмещенного материального ущерба в прошлом году составили 81,6%. Хороший результат. Уважаемые коллеги, строительный комплекс является одним из важнейших секторов экономики Чувашии, об этом вы знаете. В сфере строительства в республике зарегистрировано более 3 тысяч организаций, где занято около 27 тысяч человек. Мы признаем, что в прошлом году произошел спад темпов строительной отрасли, объем работ, выполненных по виду деятельности строительцев, составил 33,6 миллиарда рублей, или 92% к уровню 2015 года. За счет всех источников финансирования введенного в эксплуатацию около 630 тысяч квадратных метров общей площади жилья, или 75,6% к 2015 году. Объем индивидуального жилищного строительства составили 193,7 тысяч квадратных метров, или 67% к уровню 2015 года. Мы понимаем, селяне и кто живет в городе, в индивидуальном доме, расставляют свои приоритеты, они больше начали доверять банкам, поэтому здесь это объективный фактор, с одной стороны, но, с другой стороны, еще нужно нам найти другие инструменты, чтобы простимулировать, кто хочет строить в сельской местности и в городских округах, где на самом деле строится индивидуальное жилищное строительство. Объем индустриального домостроения составил 436 тысяч квадратных метров, это падение на 20% к уровню 2015 года. В текущем году планируется ввести эксплуатацию 630 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе по стандартам экономического класса 285 тысяч квадратных метров. Правительство и дальнейшем будет стимулировать развитие отрасли путем реализации различных мер государственной поддержки, а также совершенствование правового регулирования данной области. В прошлом году улучшили жилищные условия 5600 семей, на эти цели было направлено 3,2 миллиарда рублей бюджетных средств, в том числе 30% средств – это средства республиканского и федерального материнского капитала. По прогнозу, в текущем году улучшат жилищные условия с участием государства более 5700 семей. Наиболее масштабным и действенным финансовым инструментом государственной поддержки жилищного строительства является реализация с 2013 года республиканской адресной программы переселения граждан из аварийно-жилищного фонда в рамках указа президента России от 7 мая 2019 года номер 600. На переселение из аварийного жилфонда, признанного таковым на 1 января 2019 года, за счет всех источников финансирования, выделено более 5 миллиардов рублей. Нужно отметить, что благодаря этой беспрецедентной по масштабам государственной программе решается историческая задача переселения из аварийного неаварийный жилищный фонд. До 1 сентября текущего года предусмотрено переселить 13100 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, общей площадью около 172 тысяч квадратных метров. По решению вопроса переселения граждан из аварийных жилфонда, мы находимся в зеленой зоне, показатели выполнения программы в республике составляют 74%, что выше, чем селом по стране. В республике завершены мероприятия по переселению в 14 муниципальных образованиях, участниками программы остались 9 муниципальных образований. В соответствии с поручением президента России нам выделили дополнительно 323,2 миллиона рублей. Это нам дает возможность, не используя уже свои средства, выполнить все те мероприятия, которые предусмотрены в программе, и завершить практически все те вопросы, которые касаются этой программы. Создание комфортных условий жизни является нашей важнейшей задачей. В рамках республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики, на 2015-2016 годы капитально отремонтировано 397 многоквартирных домов, в которых проживает около 41 тысячи человек. На эти цели направлено 483 миллиона рублей. В ходе реализации республиканского краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на следующий период, в 2016-2017 годы, запланировано проведение капитального ремонта в 397 многоквартирных домах, в которых проживает более 49 тысяч человек, что на 19% больше, чем в предыдущем периоде. В настоящее время капитальный ремонт завершен в 125 многоквартирных домах, работы проводятся, общественники осуществляют контроль, но и сами уже жители научились осуществлять контроль за подрядчиками, которые выигрывают конкурсу и обеспечивают создание благоприятных условий. Республика – один из немногих регионов страны, где ни на один год не приостанавливали ремонт дворовых территорий и подъездных путей. С 2019 года на эти цели было направлено 463 миллиона рублей, что позволило отремонтировать 1069 дворовых территорий и 542 подъезда к ним. В России реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Мы по этой программе получаем 260,4 миллиона рублей субсидии на благоустройство дворовых территорий и 5,2 миллиона рублей на поддержку обустройства мест массового отдыха населения. Вы знаете, кроме этого, мы тоже с регионального бюджета выделяем на эти цели соответствующие средства. В прошлом году Чувашия вошла в десятку лидеров рейтинга безопасности дорог России. Совместными усилиями удалось добиться сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших в них людей. По итогам прошлого года количество зарегистрированных ДТП снизилось на 12% к уровню 2015 года. Состояние дорожной сети имеет важнейшее значение для экономики республики и решения социальных задач. С каждым годом увеличивается объем финансирования дорожной отрасли. В прошлом году объем освоенных средств дорожного фонда составил 3,5 миллиарда рублей. Средства были направлены на ремонт дорожного покрытия и дворовых территорий. Строительство линии электросвещения и новых дорог. В этом году объем софинансирования дорожного фонда республики превысит 5,103 миллиона рублей. Динамичное развитие продемонстрировали водный и воздушный транспорт. Водным транспортом перевезено около 99 тысяч человек, что составляет 144% к навигации 2015 года. Эффективная работа позволила аэропорту города Чебоксары в прошлом году обслужить более 165 тысяч пассажиров. Это два раза больше, чем в 2015 году. В прошлом году из аэропорта города Чебоксары осуществлялись рейсы в Москву, Сочи, Симферополь, Уфу и Санкт-Петербург. Республика продолжает участие в реализации пилотного проекта развития региональных авиоперевозок среди регионов Привозко-Федерального округа, в рамках которого из республиканского бюджета, из федерального бюджета выделяются соответствующие средства. В числе основных задач на текущий год расширение географии полетов из столицы Чувашии, об этом просят наши гости, об этом просят наши жители. В летний период, могу сказать, дополнительно будут организованы рейсы в Сочи, Симферополь, Анапу и Анталию. Уважаемые депутаты, одним из приоритетов государственной политики является экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Указами президента России в 2017 году объявлен годами экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Правительством России утвержден план основных мероприятий по проведению года экологии, в которых включены три мероприятия нашей республики. Первое. Строительство муссоперегрузочных станций в муниципальных образованиях. Второе. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары. И третье. Строительство второго этапа третьей очереди биологических очистных сооружений в Ново-Чебоксарске. Чувашии по праву входит в число экологически благополучных регионов страны. В экологическом рейтинге субъектов России республика закрепилась десятки регионов-лидеров. По прошлому году мы занимаем практически четвертое место. Велись подготовительные работы для осуществления рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов нашей столицы. Это важное для экологического благополучия регионное мероприятие. Включено приоритетный проект «Чистая страна», предусматривающий ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. На эти цели предусмотрено 380 миллионов рублей. Был конкурс. Мы прошли хороший экзамен вместе с вами. И практически через определенный период времени мы почувствуем улучшение экологической безопасности. Реализация проекта позволит возвратить в хозяйственный оборот земли, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Республика также вошла в число пилотных регионов России, которые готовы к переходу на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основой этой системы являются объекты коммунальной инфраструктуры, мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске, мусороберегурочные станции в Чебоксарах, созданные на основе государственно-частного партнерства. В текущем году планируется начать строительство двух мусороберегурочных станций в Канаше и Шумерлинском районе. Это позволит утилизировать твердые коммунальные отходы со всей территории республики на полигоне, отвечающем требованиям экологической безопасности. В столице успешно решена проблема очистки промынных вод, существенно снижен уровень вредного воздействия на природную среду, благодаря строительству комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заурожное» города Чебоксары. Реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске позволит в сто раз снизить массу источных осадков. Вот эти проекты на самом деле востребованы регионами Российской Федерации. К нам приезжает сейчас очень много делегаций, они смотрят, отсенивают. Это как бы лучшие практики, которые мы по этим проектам реализовали. Сегодня интересны не только нам, а остальным жителям других регионов. Несколько слов о рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы сократился с 3,1% в 2010 году до 0,8% в 2016 году. Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, также уменьшился, если в 2010 году он составлял 9,5%, то в прошлом году составил 5,3%. На сегодня работодателями заявлено более 15 тысяч вакансий со средней зарплатой 17 700 рублей. И в прошлом году ситуация на рынке труда республики сохранялась благоприятной, чем и во многом способствовала эффективная реализация программных мероприятий в области задействия занятости населения, на которые было направлено 579 миллионов рублей. Их участниками стали 88 300 человек или почти 6% кодовому плану с ростом, имеется в виду. Трудоустроено 42,6 тысяч человек, что составляет более чем 82% от численности граждан, обратившихся за содействием поиска работы. По-другому говоря, те люди, которые по разным причинам остаются без работы или без рабочего места, мы на сегодня с бюджета выделяем деньги на переквалификацию, переобучение или, одним словом, на получение новой профессии. По итогам прошлого года уровень трудоустройства составил 82,4%, что обеспечило нам пятое место среди субъектов Российской Федерации. По России этот показатель составил 64%. То есть есть соответствующие органы, которые проводят эту оценку. Эффективно реализована республиканская программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. На ее финансирование направлено более 150 миллионов рублей. Благодаря предпринятым мерам численно зарегистрированных безработных граждан на 31 декабря прошлого года составило 5,075 человек, а средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец отчетного года 30,7 месяца. Это тоже лучший показатель. Сегодня различные меры социальной поддержки получают более 390 тысяч жителей Чувашии. Это треть всего населения республики. На эти цели в прошлом году направлено около 7 миллиардов рублей. Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовался каждый четвертый житель республики. Средний размер субсидий на семью по итогам прошлого года составил 974 рубля, что больше, чем в 2015 году. В истекшем году около 8 тысяч граждан получили звание ветерана труда. Все они получили право на заслуженные соответствующие льготы. Уважаемые депутаты, текущий год в республике объявлен годом матери и отца. Мы уделяем особое внимание защите материнства и детства, неукоснительному выполнению всех взятых на себя социальных обязанностей. Различными мерами государственной поддержки охвачено более 97 тысяч детей. Это 38% от их общего числа. Одно из мер, направленных на улучшение положения семей с детьми, в том числе многодетных семей, является выплата государственных пособий. По состоянию на 1 января текущего года ежемесячные пособия выплачены всем детям, участникам программы, а их всего 74 тысячи 400 детей. Объем средств, направленных на эти цели, из бюджета составил более 724 миллионов рублей. Дополнение к материнскому капиталу уплачивается республиканский материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, об этом вы знаете, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. По состоянию на 1 января текущего года средствами республиканского материнского капитала распорядились 3143 семьи. В сфере здравоохранения продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан, совершенствование оказания медицинской помощи населению, формирование приверженности здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение медицинскими кадрами и снижение смертности. Несмотря на финансовые сложности, расходы на здравоохранение в республике с учетом средств обязательных медицинских страхований, а также средств, выделенных на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, в прошлом году увеличились на 12,9% по сравнению с 2015 годом, составив более 16,3 млрд рублей. Продолжено развитие медицинской помощи шаговой доступности. Открыты три новые поликлиники в Чебоксарах и одна в Канаше. В столице Чувашии введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный объект, хирургический корпус республиканского клинического онкологического диспансера. Кроме того, в прошлом году из бюджета республики были выделены средства на общую сумму 274 млн рублей для проведения ремонтных работ в 35 учреждениях здравоохранения. Насилие в прошлом году введено в эксплуатацию еще 25 модульных фельдшерско-кушерских пунктов. Столько же будет построено в текущем 2017 году. С начала реализации программы «Земский доктор» в сельские и медицинские организации трудоустроено 315 врачей, в том числе 37 врачей в прошлом году. Хотя в отдельных муниципальных образованиях дефицит медицинских кадров сегодня еще есть. В 2017 году во всех отраслях мы внедряем проектные управления. Здравоохранение – это новые проекты, как электронное здравоохранение, и технологии комфорта матерям и детям. Наша общая задача – повысить среднюю продолжительность жизни до уровня 76 лет к 2025 году. Поэтому важно, чтобы каждый из нас внес свой клад в здоровье нации, ответственно относясь к своему здоровью. Доля расходов на образование в канцелерном бюджете Чувашской республики в прошлом году составляла 32%. Объемы бюджетных вливаний в развитие интеллектуального потенциала нации в прошлом году составили более 15 миллиардов рублей. В прошлом году построена новая школа в деревне Альбусюрбе и Комсомольского района. После капитального ремонта открылся новый корпус на 500 мест лицея номер 4 в столице. Завершено строительство средней школы на 1100 учащихся на улице Гладково-Чебоксара. К 2025 году должны быть построены и реконструированы еще 33 школы. Это около 17 тысяч современных мест для обучения детей. В прошлом году Республика по итогам участия во Всероссийской Олимпиаде школьников вновь вошла первую десятку в рейтинге российских регионов. 42 школьника стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Их наставники удостоены ежегодных денежных поощрений главы Чувашской республики. Учреждениями образования решается задача обеспечения предприятий и организаций республики высококвалифицированными кадрами. Реализуется масштабный проект по созданию современной системы непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Общий объем инвестиций, направленных на эти цели, составил около полумиллиарда рублей. Основными элементами системы являются инженерные классы в школах, агроклассы, технические кружки в организациях дополнительного образования с центром детском технопарке «Кванторио», многопрофильные центры прикладных квалификаций по кластерному принципу, межрегиональный центр компетенции Чебоксарском электромеханическом колледже, инженерированный центр в Чувашском государственном университете. Теперь о культуре. В год российского кино в республике особое внимание было уделено развитию сети кинозалов в малых городах. 30 миллионов рублей направлено на приобретение цифрового кинооборудования. Новые кинозалы открылись в пяти городах. Это АллатР, Шумерля, Ханаш, Мариинский посад, Цивильск. Основным достижением года стало начало реализации проекта строительства 25 сельских клубов. Открыто два сельских клуба в Яльском и Цивильском районах. В Урмарском районе клуб откроется летом этого года. Продолжена программа капитальная в ремонте и модернизации культурно-досуговых учреждений на селе. Ремонтные работы проведены в 15 сельских клубах. 7 оснащены современным световым и звуковым оборудованием. В текущем году запланировано строительство 4 клубов в Баттерском, Канажском, Красночитайском и Янтиковском районах. Важным событием в летнокультурной жизни республики стало проведение съезда народов в Чувашии. В соответствии с решением съезда создана ассамблея народов, проживающих на территории республики. Несмотря на то, что республика обладает всеми ресурсами для развития туризма, природой, удобным географическим расположением и богатым историко-культурным наследием, эта сфера требует повышенного внимания с нашей стороны. Факторами сдерживания динамичного развития туризма являются недостаточная туристическая и сопутствующая инфраструктура, низкий уровень информирования о турпотенциале республики на внешнем рынке. В прошлом году продолжилась реализация инвестиционного проекта «Этницкая Чувашия». Начиная с 2014 года объемы инвестиций в реализации этого проекта с учетом небюджетных источников составили 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это тоже огромные деньги. В плановое финансирование, начиная с 2019 года, включен проект создания туристического кластера «Чувашия и сердце Волги». На первоначальном этапе предусматривается привлечение средств федерального бюджета на сумму свыше 550 миллионов рублей. Об этом есть уже предварительные договоренности. Общая стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство объектов, обеспечивающие инфраструктуру. В прошлом году в республике доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 40,7 процента. Это здорово. За последние три года темп роста данного показателя составляет 108,8 процента. По данному показателю мы находимся в числе передовых регионов России. Для приверженцев спорта развивается инфраструктура, улучшаются условия, хотя деньги огромные выделяем с одной стороны, но с другой стороны мы должны работать, чтобы эти учреждения физической культуры и спорта были на все 100 процентов по мощностям загружены. Пока этого нет. В прошлом году открылись в столице два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Введен в эксплуатацию оригинальный центр олимпийской подготовки по велоспорту маутинбайку. В этом году завершится строительство центра олимпийской подготовки по биатлону. Будут подготовлены тренировочные базы для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. В текущем году на территории республики запланировано проведение двух международных и более 70 всероссийских и межрегиональных соревнований. Положительная динамика наблюдается в подготовке спортивного резерва и развитии спорта высших достижений. К сведению еще раз хочу довести. В официальные списки кандидатов в сборную команды Российской Федерации в прошлом году вошли 156 наших спортсменов по 23 видам спорта. Это больше, чем за два предыдущих года. Это на самом деле для нас значимо, потому что они защищают честь нашей любимой Российской Федерации. Уважаемые депутаты, Чувашия занимает 16 место среди регионов страны в рейтинге уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. Чувашия – социально стабильный регион, но это не должно усыплять нашей бдительности, особенно в свете последних событий. Наша прямая задача – обеспечить высокий уровень антитеррористической защиты, усилить...